Ситуация с Украиной очень интересная в историческом плане. Дело в том, что Украина никогда не была центром Руси и сегодняшние поползновения историков, они лишь зыждятся на выдумках тех академиков, которые работали в советское и досоветское время. Борис Александрович Рыбаков, он очень увлекался Южной Руси, вел там раскопки, вообще же, и Борис Александрович считал, что ядро государственности зародилось на юге. Бассейна реки Рось, она протекает на юге Киевщина, в городе Богуслава, и считал, что Поляне самый развитый племенной союз. Но на чем он основывался? Он сам археолог по образованию, он основывался на сообщениях летописи. Многие из вас уже знают, что Киевская Русь, само понятие это было введено только в конце 19 века неким украинским исследователем, только для того, чтобы обозначить территорию, как, например, Московская Русь, как область Киевская Русь, то есть область вокруг Киева и так далее. Никогда Киев не был матерью русского народа и русских городов, как говорят об этом летописи. Где создавалась летопись? В Польске. Так понимаете, в чем дело? Далее, если взять Польск именно Крям, она создавалась на юге, в Киеве, и, естественно, она не поражала интереса. Это книжники, это монахи, которые были далеки от жизни. Самое интересное, что недавно состоялась конференция по русофобии, куда русских людей не так уж и много было приглашено, ну, грубо говоря, один-два человека. Остальные были соответствующие те, которые и сейчас в данный момент ведут переговоры о перемирии, не относятся ни к нашей стране, ни к противоположной стороне. Так вот, на этой конференции нашлись все-таки специалисты, которые разъяснили эту ситуацию с Киевом и с тем, что она вдруг, эта киевская страна, вдруг стала нашей как бы проматерью, матерью русских городов, как они теперь все утверждают. На самом деле выяснилось, что Киев просто приглянулся академику Рыбакову, Рыбаков Борис Александрович. Все вы, кто занимается историей тех далеких веков, знаете его прекрасно. Он, если я правильно помню, 20 лет возглавлял институт археологии. Естественно, он был прекрасным специалистом в археологии. Вот ему и пришла в голову мысль, что наша северная сторона может быть заселена, точнее могла быть заселена только с юга, потому что кроме как на юге цивилизации, по его мнению, а тогда в 70-е и 60-е годы 20 века это было распространено, то есть как бы цивилизации, кроме как на юге, возникнуть не могли. Ну и кроме того, кроме его этих соображений, надо все-таки отметить, что сам академик Рыбаков был странного происхождения, потому что визуально по портретам, которые я видел, он в принципе похож на тех, кто видел сейчас переговоры между сторонами спецоперации. Потому что если вы посмотрите на карты, то Киев как точка на карте появляется в конце 17-го, начале 18-го века. И знаете, почему там не было никакой государственной? Потому что эти днепровские подроги не давали возможности, это был глухой угол Европы. Я не прав, Рыбаков? Вот отпраздновали юбилей Киева. Я сам был в это время в Киеве, в 1982 году провели конференции, медали отчеканили. Этому способствовал Борис Александрович Рыбаков. В 1982 году, выходит, Киев существовал в пятом веке, вы же не серьезно. Профессору Данилу Антоновичу Авдусину задавали студенты на лекциях вопрос, почему Борис Рыбаков преувеличивает значение Киева и Южной России. Он в шутку сказал, пускай на меня не отглажаются, уважаемый академик, он полянский националист. Действительно. Почему? Потому что в интересах борьбы против нормандской теории, он совершенно не учитывал, что государственность зарождалась на севере, вокруг Ладоги и Новгорода. А костюм что? Ну, это палеолит, я имею в виду древнерусская государственная. Не, ну так это же непрерывность. Я немножко, немного напомню вам о ситуации в Древней Руси вообще. Тут ситуация вот какая. Я когда стал изучать древние белестяные грамоты, а датировка их от 1025 года по 1200 год, это те, которыми только я занимался, есть еще и поздние, но они уже не так интересны. Так вот, в этих берестяных грамотах 10-12 веков, назовем их так, там описаны многочисленные находки именно этих письменных документов на бересте на территории русского народа, и эта территория не заходит на Украину. Да, немножко с востока забирается территория Белоруссии современной, а все остальное, все остальные письменные доказательства и документы обнаружены только на русских территориях, которые находятся в центральной России. Самое интересное, что в текстах белестяных грамот 10-12 веков я не обнаружил ни одной ссылки на Киев и Украину, и не обнаружил ни одного упоминания какого-либо народа, которые нынче нам, по летописным сведениям, выставляются в качестве суперцивилизации и тому подобного. Дело в том, что южнее Курска, начиная с Курска, в то время вообще было нежилое пространство. Это показывает археология, потому что в Курске до средних веков, до средних веков, ноль археологического материала, можете поднять справочники. Максимум археологического материала, он приходится на Москву и Тулут, на центр. Но есть еще одно но. Неолитический, мезолитический и бронзового века материал, то есть это примерно 5-10 тысяч лет до нашей эры, он максимально приходится на другие территории, на Ярославль. И разница очень большая. В 12-20 раз больше археологических мест поселения, стоянок, чем в Москве и Туле. По остальным регионам даже сравнивать невозможно, потому что там еще меньше. А за территориями центральной Руси археологии до 8-го тысячелетия до нашей эры нет вообще. Можете посмотреть справочники. И когда нам говорят те же украинцы, те же западники, что вот там что-то где-то зародилось, сегодня ведь нам навязывают, что Библия сказала, что в Эритреи или в Эфиопии, значит будет в Эритреи или в Эфиопии, найдут кого хочешь. Как они весь 20-й век фальсифицировали, совмещая останки обезьян и человека, выдавая все это за древнеэфиопскую какую-то расу возрастом миллион лет. Вот до сих пор фальсификация уже вскрыта, а вот эти мнения, что Эритрея, Эфиопия являются центром происхождения человека, эти мнения до сих пор остались. Если говорить о современной России, то древнейшие вообще следы человека обнаружены на территории центрального Дагестана, они насчитывают более миллиона лет. А вот это черта оседлости, змеевые валы, вы понимаете о чем я говорю? Как раз Киев в той стороне, за змеевыми валами, это тоже артефакт, который запрещен к изучению. Вы понимаете, там на Украине велись раскопки, но, к сожалению, не привели к значительным результатам. Но это не человеческое творение. А вы знаете, что эта стена идет и по левому берегу Волги на полторы тысячи километров, и идет до... Они разного времени. Вот там есть засеченные черты, они более поздние, это конца 16-го, 17-го. А сама стена, валы вот эти... Есть и валы. Вот мне доводилось бывать не только на Украине, но и в Румынии, и в Молдавии. И вы наблюдали их тоже. Я наблюдал то же самое, понимаете. Проблема в чем-то. Абхазия, Грузия, Дагестан. Так, был оседлый мир, и был кочевой мир. Да. И издавна... И отделение было, и разделение, да. Понимаете, кочевые народы, они нападали на все. Скажите, это расовое разделение было? Нет, это не расовое. Так вот, возвращаясь к тому самому X-XII векам, которые как раз совпадают с существованием и расцветом того самого киевского государства. Не было такого в берестяных грамотах. Нет его и сейчас. Можете посмотреть. И именно поэтому никто из официальных ученых после 70-х, 80-х лет, когда все это стало ясно, никто больше не изучает берестяные грамоты просто под тихомолочку, что ну не было вот этих берестяных грамот, ну вот как бы там неинтересно это. И все изучают только церкви, храмы и монастыри, которые задолбали уже, они затмили нашу историю. Посмотрите хотя бы в Википедии, любой год наберите, я тут недавно 1729 год набрал. Смотрим там, допустим, во Франции какая-то политическая резня, в Китае там что-то произошло, еще где-то что-то произошло. Даже, знаете, на тех островах, где Ява и дальше, там тоже какие-то режимы политические, а у нас пишут, значит, пострых монахини. Вот представляете, Википедия выдает вот такую фигню, когда там какие-то религиозные якобы события за какие-то государственные исторические. Нам совершенно неинтересно, какую монахиню когда постригли и куда этот клочок волос ей потом употребили. Нам интересно то же самое, что по остальным странам. Приходы к власти, уходы от власти, строительство, изобретательство, научные достижения. Почему этого в отношении России нет? Почему у нас вся история сведена только к монастырям и попам? Зачем нам это? И я вам отвечаю на это. Тут недавно один переговорщик, раса переговорщиков, он выступал и сказал, что у него религия царская, барская. Не буду ее называть, вы понимаете, какая это религия. А вот православие – это все религии для рабов, которыми он со своей религией и управляет. Вот для чего нужна нам история, которая все время показывает сильную, в кавычках, сторону православия. Я не против православия, я не против религии. Но каждой религии должна отвечать своя страна, где она и зародилась, эта религия. Потому что придя на нашу землю, на русскую землю, любая религия становится идеологией оккупационного народа. И она, эта религия, чужая религия нашему народу, она ведет наш народ к оккупации и к созданию рабского режима. Так случилось и в то время, когда пришли на нашу землю так называемые Романовы. Романовы. Я тут прочитал, что Петр Первый, оказывается, тоже был Романов. Хотя все знают, историки все знают, что фамилию Романов эта крика немецкая получила только в 1918 году, после революции. И дали эту фамилию этой чете революционеры иудейские. И также такую же фамилию только в Винздор получили такие же товарищи немцы, но только в Англии. До этого ни там, ни сям фамилии никакой не имели. Были Петр Алексеевич Первый, Бесфамильный и остальные. Там Георг Второй, Георг Третий, Георг Следующий, Номерной. Отсюда пошла та самая присказка, что представители определенной расы, вот они прям номерные. Номерные это и отсюда и идет, что он номерной, то есть он прям такой, знаете, ну чуть ли не исправящего какого-то сословия своей расы, своего народа. Так вот, дело в том, что когда на Русь пришли эти немцы, а это был 1600 какой-то год, ну допустим даже с Петра Первого начнем, неважно. Так вот, они и принесли все эти религии. Екатерина Вторая первая принесла сюда иудаизм, все виды ислама. Она первая напечатала Коран на том языке, который они же сами сочинили и сделали в Москве эту азбуку, которую потом в Казань отправили. И она же сюда привела масонство и все остальные вещи из аврамических религий. И тогда к чему это привело? Почему я говорю, что чужая религия для Руси является оккупационной идеологией? Да потому что до этих самых Екатерин Русь жила богато, археологи находят на каждой деревне, на каждой деревне вплоть до 7 века до нашей эры, еще до открытия Китая, который был открыт, по официальным данным, шелковый путь был открыт во 2 веке до нашей эры. А вот в 7 веке до нашей эры уже отсюда, с нашей территории, с центральной России, шли торговые пути и торговали наши женщины шелком. И в Испании шелк назывался русским. Почитайте, почитайте все эти торговые вещи и сношения. И после того, как наши женщины были такие богатые, что носили шелковые ткани в параллель каким-нибудь древнегреческим монархам, для которых это было слишком дорого, а наши женщины все в деревнях в этом ходили, в шелке, до христианства, до возможных всех этих иудейских приходов религиозных, даже если они были на самом деле именно тогда, в 17-18-19 веках, Русь была богатой, люди жили богатой. Когда пришел этот самый Петр со своей кликой, здесь установилось религиозное рабство. Оно было отменено только так называемым актом отмены крепостничества, только всего лишь 100 лет тому назад, когда пошли все эти новые переделы революции и контрреволюции. А так при этих батюшках, батюшках, царях, которые батюшка-царь, батюшка-царь, во-первых, они нам были не царями, они нам были ибераторами, императорами, как мы установили с вами, что это ибераторы, царь это тот, кто из своего народа правит, а император, ибератор, ставленник от Иберии, от совершенно другой страны. Вот в чем разница. Поэтому и они и были. И Петр Первый был первым ибератором. Он делал здесь для себя Иберию, в которой, естественно, должна быть религия авраамизма и верическая иберическая религия. Я думаю, что здесь понятно. Так вот, та самая Екатерина II, она впервые основала здесь Российскую Академию Наук, но для чего? Не для изучения наук, нет, а для того, чтобы проводить в жизнь новую идеологию. Именно Российская Академия Наук под ее началом стала вводить в историю Руси так называемые русские летописи. К русскому народу они никакого отношения не имеют. Когда фальсифицировали эти летописи в храмах и монастырях, не знали древних русских имен и не догадались, откуда их можно было взять, эти имена. Имена можно было взять из названий деревень, как теперь стало ясно, после того, как я их сравнил, эти имена и эти деревни, названия деревень, с теми именами русскими, которые встречаются в тех самых берестяных грамотах. Там указано 400 русских имен X-XII века. По всем русским именам, я каждому имени дал примеры, названы деревни там, где жили эти люди. И это совершенно другие имена. Никакие не Святославы, никакие не Православы, никакие не Владимиры. Таких имен на Руси не было. Все это вымыслы, вымыслы. Никаких Святославов в принципе никогда нигде не было. Это все, знаете, когда придумывали, ну какое дать имя, вот как мы сегодня думаем о какой-нибудь планете, какое дать имя инопланетянину. Ну давай назовем его Падзебук. Почему? Да мне кажется, что они там все друг друга зовут. Вот так у нас появились Святославы и все остальные. По этой причине и сегодня Святославовыми называют своих Рихторов, например, Святослав Рихтер. Почему? Да потому что это их имена. Это не наши имена. Наших имен таких не было. Так вот, летописи русские стали публиковаться официально с 1841 года. Вот с этого момента и началась подделка русской истории. Появился какой-то Максимович, который придумал Киевскую Русь. Почему? Потому что оттуда шла оккупация Руси этими всеми религиозными наполнениями. В источниках исторических, как называлось нашу государство, просто Русь или Русь, это земля. Что же в историографии? Что же в учебниках? В учебниках Киевское государство, Киевская Русь. Это же антиисторичное название. Почему? Ни в каком источнике, ни в рядописи, ни в актовых документах, ничего подобного нет. Кто в этом название Киевская Русь? Почему он распространялся? А в его никто иной, как Михаил Александрович Ксимович, выпускник Московского университета, один из первых ректоров Киевского университета. Я удивлен, что в 2009 году Московское университетие установили в торжественной обстановке мемориальную доску Ксимовича. Назвал его ведающимся учебником. Он писал во второй четверти и в середине 19-го века, но уровень, извините, ниже Полчина и ниже Татища. Ну, приблизительно так, как Ломоносов. Ну, Михаил Александрович Ломоносов, да не был историком. Кстати, Максимович Ломоносов, он ботаник. И вот этот ботаник с 1837 года ввел этот номер вату в Киевскую Русь. А потом уже и появился тот самый Рыбаков, который и фамилию-то имеет, знаете, такую, ну, как бы двоякую. Ну, и он как раз и закрепил эту идею. Почему? Да потому что оттуда шла религия. А они все, они все религию воспринимают как команду к действию, как свой устав, которому они повинуются беспрекословно. Из-за этого у нас на Руси исчезает история. Исчезает история. Очень сильно жаль. Субтитры создавал DimaTorzok